Анатолий Белый живёт и работает в Израиле, всё чаще критикуя Россию, в которой ещё недавно пользовался уважением и популярностью. О беглеце довольно резко высказалась супруга Бориса Щербакова, бывшая заведующая труппой МХАТ имени Чехова Татьяна Бронзова. Татьяна Васильевна негативно относится к Белому и надеется, что он понесёт наказание за сказанное в адрес России. «Для меня Анатолий Белый просто неблагодарный человек. Он неблагодарен ни своей первой жене Марине Голуб, которая очень много сделала для него как для артиста, ни театру, в котором служил, ни своей стране. Я не люблю предателей. Думаю, со мной многие не согласятся, но я бы лишала гражданства тех, кто плохо говорит о России. Эти люди сами заявляют, им стыдно быть гражданами нашей страны. Ну, раз им стыдно, пусть не будут. Пусть живут в Израиле, в Латвии, во Франции. У многих там есть недвижимость и крыша над головой. Поделилась 77-летняя Бронзова в беседе с журналистами. Также Бронзова негативно отозвалась о Дмитрии Назарове. Недавно актёра с женой Ольгой Васильевой уволили из МХТ за антироссийскую позицию. Большинство зрителей знают Дмитрия Назарова как шеф-повара из сериала «Кухня», а он себя считает гражданином-поэтом. Это его личная трагедия. Отсюда мания величия, эти басенки и частушки, которые он сочиняет. Но после того, как он обгадил великую песню, как человек и как артист, он мне не интересен. Что он хотел своими стишками сказать? Что он весь в белом, омыв той самой субстанции? Нет, позвольте, пусть теперь погуляет посреди земноморью и там поёт свои песенки. Или он думал, что может петь безнаказанно? Тогда он наглый хам, который решил, что ему всё дозволено. Или возомнил себя великим артистом? На мой взгляд, он обычный артист, к тому же не обаятельный. По-настоящему великих актёров мало. Основная масса — это середняк, отметила супруга Бориса Щербакова в интервью КП.